Добрый день, дорогие ученики! Это Ахмед Байтурсынов. Сегодня вы узнаете о его жизни и произведениях. Ахмед Байтурсынов – казахский поэт, литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик и общественный деятель. Ахмед Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Саратубек Жангельдинского района нынешней Костанайской области в семье крестьянина. Получил первоначальное образование в родном ауле, затем учился в Тургайском русско-казахском училище, в Оренбургской учительской семинарии. Педагогическую деятельность начал в 1895 году учителем Аульной, затем Волостной школы. Его политическая карьера началась в 1905 году. Байтурсынов был одним из авторов Каркаролинской петиции, написанной на Кояндинской ярмарке и подписанной более 14 тысячами людьми. В Каркаролинской петиции он работал над изменением в местном самоуправлении, судебной системе, государственном образовании в интересах казахского народа, свободе совести, свободе вероисповедания, выпуске газет без цензуры и открытии типографии. Однако Байтурсынов с тех пор находился под контролем жандармерии. В 1909 году, будучи заведующим училища, был арестован по приказу губернатора Тронецкого и заключен в Семипалатинстве. 19 февраля 1910 года особый совет Министерства внутренних дел России постановил депортировать Байтурсынова за пределы казахских областей. В 1913-18 годах вместе со своими ближайшими и самыми верными друзьями Алиханом Бакихановым и Маржакэ Павдулатовым при поддержке казахской интеллигенции издавал первую общенациональную газету «Казах». Газета призывала казахский народ овладеть искусством и знаниями. В 1919 году Второй Всеказахский съезд, утвердивший состав Алаш-Урды, учредил образовательную комиссию и назначил ее председателем Байтурсынова. До марта 1919 года он был членом Тургайского регионального отделения правительства Алаш-Урды. В марте 1919 года Байтурсынов отправился в Москву от имени правительства Алаш-Урды для переговоров с советским правительством. В этом же году назначен заместителем председателя Комитета совета народных комиссаров РСФСР и Казахского военного революционного комитета. В 1922 году он занимал должность председателя Академического центра при областном народном комиссариате. В 1922-25 годах председателем научно-литературной комиссии Народного комиссариата просвещения Общества изучения Казахского края. Байтурсынов занимал различные государственные должности, но при этом не отказывался от любимой педагогической работы. С 1921 по 1925 год он преподавал казахский язык и литературу. Историю культуры в Казахском институте народного образования в Оренбурге. А с 1926 по 1928 год в Ташкенте. В 1928 году в связи с открытием Казахского государственного педагогического института в Алматы по приглашению ректора перешел в это учреждение профессором. 2 июня 1929 года вместе с 43-мя участниками движения «Алаш» был арестован в Алматы и до конца года был отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве для расследования. Решением от 4 апреля ОГПУ «Тройка» председател в наркоме СССР в 1930 году «Байтурсынов был приговорен к срастрелу». Это решение менялось несколько раз. В январе 1931 года переведен в концлагерь на 10 лет. В 1932 году в ноябре его депортировали в Архангельск на 3 года. В 1931 году ссылка в Архангельскую область. В 1934 году с помощью жены Максима Горького Екатериной Пешковой Байтурсынов и его семья были досрочно освобождены и вернулись в Алматы. Здесь их не берут на постоянную работу, а работают на краткосрочных должностях в различных учреждениях. И в 1937 году, когда поднялась новая волна репрессий, его вновь арестовали. 8 декабря 1938 года Ахмед Байтурсынов был расстрелян как враг народа. Но время все расставило по своим местам. В 1988 году Ахмед Байтурсынов был реабилитирован. Ученый, просветитель Ахмед Байтурсынов снова с нами. В своих книгах, в фонде его имени, в названии улиц, а главное, в своих идеях, которые созвучны проблемам дня сегодняшнего. В Алмате, на углу улиц Байтурсынова и Джамбула, открыт дом-музей Ахмеда Байтурсынова. И около него установлен памятник-бюст просветителю. На этом наш урок завершен. Запомните, оберегать историко-культурное наследие – наша общая задача. Ребята, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый вопрос – когда была подписана Каркаролинская петиция? Второй вопрос – когда умер Ахмед Байтурсынов? Третий вопрос – в каком году реабилитировали Ахмеда Байтурсынова? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова